Командир полка до последнего придерживал в резерве роту автоматчиков, но в тот день, в марте 43-го, немцы прорвали фронт возле Белгорода и советские стрелки были брошены им на перерез. 17-летний комсомолец Леонид Бородин, призвавшийся всего месяц назад в Красную Армию, вжимая голову в плечи и тревожно озираясь по сторонам, старался не отстать от своего командира. Группа пробежала по перелеску и, взобравшись на небольшой бугор, нос к носу столкнулась с немецким отрядом. Дружно затрещали ППШ, а гитлеровцы части упали замертво, а части успели укрыться за складками местности. Завязался бой. Красноармеец Бородин сражался всего несколько минут, ему даже удалось зацепить кого-то из врагов, а кого-то прижать к земле, но в автомате кончились патроны. Он повернулся, чтобы достать второй диск, и тут что-то сильно ударило его по голове. Немецкая пуля попала прямо в песок. В глазах сразу же стало темнеть, и только одна мысль пронеслась в голове. Неужели убит? Земля стала быстро приближаться к лицу, и солдат погрузился в небытие. Леонид Бородин непременно стал бы легендарной личностью, если бы о нем в свое время узнал какой-нибудь советский журналист. Я думаю, что и сейчас об этом герое никто не знает, ну разве что только его земляки. Его военная биография просто насыщена удивительными перипетиями и самыми интересными поворотами судьбы, и если бы о нем сняли художественный фильм, то я уверен, что получился бы сразу шедевр. Жизнь сама написала богатый сценарий. Несколько раз Бородин был на грани смерти, и даже это ранение в голову, полученное под Белгородом, было уже не первым, и даже не самым тяжелым. Но не буду затягивать повествование. Немцы подошли к Красному лиману, родному городу Бородина, в начале июля 1942 года, когда наметили свое движение к Сталинграду. Их ненадолго смогли остановить в 7 километрах от города, а вчерашние школьники, среди которых был и Леонид, отправились на окраину рыть окопы. Молодому человеку тогда только что исполнилось 17 лет. Родился Бородин Леонид Григорьевич 1 июля 1925 года. Украинец по национальности, он отучился 8 классов и там же в школе получил за военную подготовку значок, которым очень гордился, готов к труду и обороне. После вступил в комсомол. Теперь же во время рытья окопов в небе появился немецкий самолет. Юноша даже и не успел осознать, что же произошло, как его отбросило взрывной волной, контузило и ранило упавшей бомбой. Леонид Бородин пришел в себя уже в глубоком тылу в госпитале. Он был уверен, что все его родные погибли, ведь немцы оккупировали Красный Лиман сразу же после того, как его ранило, и молодому человеку даже повезло. Вылечился он уже осенью 42-го, но главврач отказывался его выписывать. Бородин рвался на фронт, а в это время в самом разгаре шла Сталинградская битва. Тысячи молодых людей ежедневно гибли на улицах этого города. И мудрый врач понимал, что выписав Бородина, отправит неразумного юношу на верную смерть. Но как только гитлеровской гадине под Сталинградом был сломлен хребет и фашистов погнали обратно на запад, 6 февраля 43-го года рядовой Бородин прибыл на фронт в 243-ю стрелковую дивизию. Страшно видеть танки в первый раз. Стальные грохочущие машины с Диким Рьевом приближались к передовым советским окопам. Позади них по размокшему снегу монотонно и уверенно цепью шли немецкие пехотинцы. Погнали фашистов на запад? Это звучит пафосно и просто. А что за этим стоит? Каждый день тяжелейших кровопролитнейших боев и не всегда наступательных. Немцы, перегруппировавшись, очень больно отвечали. Бородину, как всегда, повезло. Первый бой и сразу танковая атака. Красноармейцев проинструктировали, что надо делать, вооружили противотанковыми гранатами. Но как они, комсомольцы, еще даже не вошедшие в совершенно летний возраст, поведут себя в первом бою, было никому неизвестно. Советская артиллерия открыла огонь, отсекла немецкую пехоту, но танки с крестами на бортах ворвались на оборонительные позиции и стали все крушить огнем своих пушек, безжалостными очередями пулеметов и гусеницами. Леонид Григорьевич в полубое не сразу заметил тяжелый силуэт, который приближался к нему почему-то сбоку. Немецкий танк, закапывая окоп своими дребезжащими гусеницами, ринулся прямо на красноармейца. Бородин, отпрянув, пополз прочь. За поворотом были спасительные гранаты. Только бы успеть. Схватив одну, он бросил заряд в танк. Взрыв, и гусеница немощно сползла на землю. Танк закрутился на месте, подставив свой бок. Этот момент нельзя было уже упустить. Бородин бросил еще две бутылки с зажигательной смесью прямо в черный крест, и танк запылал как спичка. За уничтожение танка и немецкого экипажа, который он расстрелял из автомата, Леонид Бородин из рук командира полка получил медаль за отвагу. Первую свою награду. Спасибо за подбитые танки. Спасибо. Спасибо. Все, что могу. Белгород. Город первого салюта. Первый раз город был освобожден советскими войсками 9 февраля 43 года. Но уже в марте немцы вновь оккупировали этот населенный пункт. В одном из этих боев и был ранен в голову Леонид Григорьевич. Очнулся он все на том же месте, где шел бой. Санитар перевязывал ему голову. Оказалось, что пуля, пробив висок, вышла сзади через шею, но сознание опять покинуло юношу, и второй раз он пришел в себя уже в поле. Он лежал на чьей-то шинели, а вокруг все пространство было усеяно ранеными. На западе громыхали орудия, а грузовики один за другим подвозили новые порции раненых, которых выгружали прямо на землю. Посередине этого апокалипсического вида возвышались несколько белых палаток, а санитары в грязно-красных от крови халатах сновались носилками между умирающими. Немногим в тот день посчастливилось попасть на операцию, и к Бородину никто не торопился. Скорее всего, считали, что он не выживет. А он и не выжил бы, но случилось невероятное. «Сынок, ты! Живой!» Мать и младший брат нависали над раненым. Бородин уж подумал, что впадает в бред и это предсмертное видение, но все оказалось правдой. Мама, как только Красный Лиман был освобожден от оккупации, бросилась разыскивать своего сына, а когда узнала, куда свозили раненых, решила поискать там. Поняв все без слов, она побежала в палатку, и уже через несколько минут Бородин лежал на операционном столе. Ему сделали переливание крови и отправили на машине дальше в тыл. Раненый на вопросы врача ответить не может. У него потеряна речь. Правосторонняя демиплегия. Эвакуация на автомобиле. Лежа. Зима 44-го года выдалась снежной. Холодный ветер поднимал снег с земли, да и с неба сыпало так, что видимость была не дальше вытянутой руки. Пью жило. Командир советского взвода ночью пошел со своим помощником проверять патрули, но помощник замешкался и отстал. Это был Леонид Бородин. Он только что после излечения прибыл на Третий Украинский фронт, и его, как уже опытного солдата, с городским образованием и комсомольца, сделали заместителем командира взвода. Что за напасть? Силуэт командира, шедшего впереди, вдруг исчез. Не обманывают ли глаза? Бородин подошел ближе и тут услышал немецкую речь. Оказалось, что группа диверсантов подобралась к советским позициям и ждала того, кто пойдет по тропинке. Командира сволокли в канаву и начали вязать. Даже повезло, что Бородин отстал, а то тащили бы их сейчас вдвоем связанных и беспомощных в сторону немецких окопов. А там допросы, лагерь для военнопленных, в общем, дело неприятное. Теперь же думать было некогда. Замком взвода вынул из кармана гранату, выдернул чеку, бросил заряд в сторону немцев, потом другой. Проснулись пулеметчики, застрекотали. В небо полетели осветительные ракеты. Итог боя. Немецкая группа частью уничтожена, частью взята в плен. Командир спасен, хоть и ранен, но живой. Нагруди Леонида Бородина орден Красной Звезды. 30 января 1944 года началась Никопольско-Криворожская наступательная операция. Силы 3-го Украинского фронта перешли в наступление на вспомогательных направлениях. 6-я армия, в которой действовала 243-я стрелковая дивизия, преодолев сопротивление и контратаки немцев, овладела Петровкой и продвинулась в первый день боев на 4 километра вглубь обороны противника. Немецкое командование, решив, что наступают главные силы фронта, перебросило на это направление из резерва две танковые дивизии. И возле города Никополя развернулись ожесточенные бои. Леонид Григорьевич расположился со своим отделением на броне танка. Боевые машины тронулись на позиции врага, но эта атака была недолгой. Немецкая артиллерия открыла огонь, взрывы сотрясли землю. Один из снарядов глухо ударил по броне, танк загорелся, и пехота, предчувствуя неладное, сиганула вниз. Бородин приказал отделению занять оборону в Перелеске, что находился в 100 метрах в стороне, а сам стал помогать танкистам. «Надо сказать, что спасать горящего человека», — вспоминал впоследствии ветеран, — «самое сложное занятие. От боли и ужаса он сопротивляется, не отдавая отчета в своих действиях. Я его тащу и думаю, сейчас танк взорвется». Вытащил одного, второго, кое-как затушил их в снегу, а сам только принялся бежать к своему отделению, как вдруг немецкий снаряд разорвался прямо в трех метрах от меня. Взрывом Бородина откинула назад, раздробила руку, разбила автомат, который он прижимал к груди, тяжело ранила в обе ноги, и один из осколков чуть не дошел до сердца. Он упал, но на сей раз остался в сознании. Левой рукой боец кое-как перевязал вторую руку, но больше уже ничего сделать не мог. Немецкая пехота в этот момент уже подходила к подбитым танкам. У Бородина еще были две гранаты, и он приготовился подорвать себя вместе с противником, но в плен не сдаваться. Казалось, что спасения уже не будет, и помочь может только чудо. И как ни странно, оно случилось. Вдруг Бородин заметил странное движение из тыла. Два дворовых пса с волокушами быстро приближались к раненому. Они резко развернулись так, что санки точно оказались возле красноармейца. Видно, что делали они такое не в первый раз. Бородин перевернулся в салазки, и собаки быстро стали удалять его от смертельной опасности. В госпитале в Магнитогорске было скучно и голодно. Леонид Григорьевич вылечился к осени 44-го и думал, как ему поступить. В его карточке было записано «Годен кне строевой службе», но возвращаться в тыл ему не хотелось. Он мог послужить еще своему отечеству, но и в пехоту обратно идти тоже не было желания. Однажды ночью он подслушал разговор двух танкистов. Они решили проситься в тяжелую артиллерию, ведь она отстрелялась и стоит в тылу, а наступают другие части. Бородин подумал, что это судьба, и решил тоже настойчиво проситься в артиллерию. На выписной комиссии, увидев орден на груди героя и медаль за отвагу, решили пойти навстречу напору молодого человека. Хотя и видели, что он врет. Бородин сказал, что служил на 152-мм гаубице пушки, но в документах явно фигурировало слово «стрелок». Леонид Григорьевич был отправлен в артиллерийскую школу обучаться на командира орудия, и это было его одной из самых роковых ошибок. Он хотел попасть в тяжелую артиллерию, а его после обучения направили в 1137-й легкий артиллерийский полк, и он опять оказался на самом передке боевых действий. Только теперь было еще хуже. Как вспоминал сам ветеран, пехота может сманеврировать и уйти из-под обстрела, а от пушки уже не отойдешь, стой до последнего. Отомсти за своих товарищей. Письмо, полученное от матери, просто горело в руках от ненависти. Леонид читал вслух его своим сослуживцам. Мать писала, что когда освободили Донбасс, то в одной из шахт нашли мертвых членов подполья, которые продолжали бороться с врагом в оккупации. Фашисты их туда кинули живыми, связанных под вое колючей проволокой. Мать написала их имена. Некоторые из них учились вместе с Леонидом в одной школе. Молодые люди умирали в страшных мучениях. Отомсти за своих товарищей. Так кончалось это письмо. Отомсти за своих товарищей, произнес замполит дивизии перед строем, когда узнал об этом письме. Тогда немцы отступали, а позади их шли карательные отряды, которые уничтожали все перед наступающими советскими войсками. Сжигали деревни, убивали скотину, людей, военнопленных. Очень быстро набралась группа добровольцев, которых возглавил младший сержант Бородин. Они бежали несколько часов, смогли обойти карательный отряд с запада и устроить на него засаду. Никто из фашистов не ушел. Они поднимали руки, молились о пощаде, но никто из карателей не остался в живых. Это была месть. Жестокая и по-военному простая. Шла Висло-Одерская операция. Войска 1-го Белорусского фронта, стартовав 14 января с Мангушевского и Пулавского плацдармов, подошли к реке Одер, которую сходу по льду стали форсировать. Командиры 14-й артиллерийской дивизии 3-го февраля долго наблюдали за странной картиной. Все артиллерийские расчеты переправлялись как положено на машинах, а один командир запряг свой расчет как тягловую силу в пушку и теперь метался по льду из стороны в сторону. «Да что это за идиот!» – не выдержал командир дивизии. «Младший сержант Бородин!» – ответил бледный командир полка. «Ну, попадет ему от меня!» – гневно сквозь зубы процедил комдив, но уже скоро сам подписывал наградной лист на присвоение Бородину звания Героя Советского Союза. А случилось все так. Леонид Григорьевич рассудил, что если начнет бить артиллерия противника, то машина с прицепленной к ней пушкой слишком большая и уязвимая цель. Если снаряд попадет в машину, то машина утянет пушку под лед. Если подобьют пушку, то пушка утянет машину. Поэтому сам запрягся с водителем в лямке, под станину прикрепил санки, сверху привязал ящики со снарядами, пулемет, патроны и побежал по льду. И действительно, скоро из-за дамбы заухали немецкие орудия. Снаряды стали сыпаться сверху, разбивая лед, и часть советской артиллерии действительно была уничтожена. Остальные же расчеты повернули обратно, так как не смогли проехать по треснувшему льду. И только расчет товарища Бородина благополучно проманеврировал между разрывами и добрался до другого берега, где уже закрепилась наша пехота. Все случилось как нельзя вовремя. В это время к плацдарму уже подъезжала немецкая колонна, чтобы занять берег. И тут ее встретили выстрелы одинокой пушки. Удар! Первый танк горит! Еще удар! Пылает второй! Расчет Бородина действует как часы. Наводчик-белорус по фамилии Карамба. Далее огонь по машинам с пехотой. Немцы развернулись и отступают. Плацдарм захвачен. Только благодаря расчету товарища Бородина переправа была обеспечена. Ведь если бы немцы успели занять берег, то малой кровью форсировать реку было бы уже невозможно. Ночью передовой отряд бригады смог переправиться на маленький плацдарм. Но и немцы стягивали свои резервы к месту прорыва. Они хотели во что бы то ни стало уничтожить советские части на западном берегу Одера, пока к ним не подошли подкрепления. Последующие дни были самыми тяжелыми днями для горских артиллеристов и пехотинцев. Танки песочного цвета, переправленные из Африки для защиты Берлина, обрушили всю свою мощь на плацдарм. Только 5 февраля артиллеристы выдержали 10 жесточайших немецких контратак. В кровопролитнейших боях орудийные расчеты выводили из строя одну машину за другой. Но и танки противника, врываясь на позиции обороняющихся, давили пушки гусеницами и уничтожали орудийные расчеты из пулеметов. Вокруг стоял хаос, распространялись гарь и копоть. Где свои солдаты, где чужие, не разобрать. Потери были катастрофические. Из командного состава погибли все, и самым старшим на плацдарме остался только командир первого орудия, первого дивизиона, младший сержант Бородин. Вот уже соседнее орудие замолчало. Там не осталось никого в живых, да и в расчете Леонида Григорьевича всего два человека. Наводчик белорусской «Рамбо» и он, командир, подающий снаряды. Немцы же все прут и прут. Оставшиеся в живых несколько стрелков, огрызаясь автоматными очередями, стягиваются к оставшемуся последнему орудию. Вдруг «Карамбо» перестал вести огонь. Бронебойный снаряд прилетел прямо ему в голову. Бородин же в этот момент сам был ранен, но, превозмогая боль, встал за прицел. Осталось всего три немецких танка. Продолжая вести единоборство, Леониду Григорьевичу удалось поджечь две немецких машины с крестами на бортах, а одну обратить в бегство. Плацдарм на западном берегу Одера ценой неимоверных усилий советских бойцов был удержан. Вскоре стали подходить основные силы Первого Белорусского фронта. И немцы, даже если бы и хотели, то уже не смогли бы сбросить защитников в реке Одера. Кто старший? Адъютант бежал к группе оставшихся защитников, которым санитары оказывали первую медицинскую помощь. «Я?» – неуверенно ответил Бородин. «Готовьтесь делать доклад. Жуков идет». Оказывается, что сам маршал Жуков следил за происходящим на плацдарме. Он молча выслушал доклад Леонида Григорьевича, пожал всем оставшимся в живых руки, поблагодарил за службу и приказал всех защитников плацдарма наградить орденами, а Бородина представить герою Советского Союза. Медаль «Золотую звезду» сержант Бородин получал в Кремле уже после победы. Неловко чувствуя себя среди офицеров и генералов, он шел по красному ковру на вручение своей заслуженной награды. А громче всех ему аплодировал Георгий Константинович, который, конечно же, узнал бравого сержанта. Леонид Григорьевич Бородин окончил войну в Берлине. После Великой Отечественной он женился на своей однокласснице, с которой сидел за одной партой, и с которой прожил в счастливом браке почти 70 лет. Да, несмотря на все ранения и контузии, жизнь выделила ему долгих 89 лет. Бородин продолжал службу в Красной Армии, и в 1947 году снова был ранен в бою с бежавшими из тюрьмы бандеровцами. После герой окончил Днепропетровское артиллерийское училище и центральные офицерские курсы, и был направлен в Египет военным советником, где находился вместе со своей женой, и добывал разведданные. В 1969 году он участвовал в боях на острове Даманский, а в 1973 году решил, что с него уже и хватит. Он представил командованию Кипу справок о ранениях, благо в которых не было недостатка, и по состоянию здоровья в звании полковника уволился в запас. Остатки своей жизни герой проживал в городе Вильнюсе и работал на местном автопредприятии литейным контролером. Умер Леонид Григорьевич Бородин 4 февраля 2015 года. Это где-то в районе Мелитополя, там уже на юге Украины. Оборона шла по железной дороге. По железной дороге. Немцы по ту сторону железной дороги, мы по эту сторону железной дороги. Зима, это уже холодно туда, под насыпь закопались и сидим. И каждое утро немецкий самолет. Так вот лётчика видно, но стреляясь, с автоматами попадешь. Он так скоро... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Прострочил и улетел. Пробыл к нам новый командир взвода, увидел это, мы там сколько были, не могли сообразить, Он сразу обстановку оценил. За железной дорогой идут телеграфные линии провода. Он с солдатами накидул эти провода и тут все с ней прицепил. И вот только самолет прилетел, и запутался в проводах, и тут же грохнул. Ну, короче говоря, мне там, я получил орден Красной Звезды за спасение жизни офицера.